Перед просмотром видео приглашаем вас подписаться на телеграм-канал Академика Ботва, где вы можете бесплатно скачать меню с ресептами на каждый день, получить бесплатную консультацию у врача и узнать, как никогда не болеть. Ссылка на канал будет в описании. Здравствуйте, дорогие друзья! Начинается весна, пора любви, пора пробуждения природы, и одновременно это начало сезона активного заражения паразитами. Об этом надо говорить, может быть не очень приятно это слышать и слушать, но тем не менее актуально для всех и всегда. Именно этот выпуск мы решили записать, потому что совсем недавно произошла по-настоящему шокирующая история, которая потрясла всех ее участников. И, кстати говоря, эта история может случиться абсолютно со всеми людьми. Одна моя однокурсница, прекрасный доктор, педиатр, пульмонолог-аллерголог попал в больницу на операцию по поводу перитонита, ее прооперировали. Перитонит – это гнойное воспаление брюшины. Было установлено, что гнойное воспаление у здоровой женщины вызвано аскоридами. Нашли клубок аскорид диаметром 18 см, и аскориды способствовали прободению кишечника, в результате чего начался перитонит. Скандальный случай, потому что пациентка – доктор. Я могу поручиться за то, что это исключительный доктор, прекрасный диагност. Она выполняет все правила гигиены, естественно, проводит антипаразитарную профилактику. Как могло такое случиться? Когда стали анализировать ситуацию, выяснили, провели лабораторное исследование, что самая взрослая аскориде более 10 месяцев, и моя однокурсница, имя которой, естественно, я понятным причинам не называю, проанализировав, вспомнила, что в мае месяце они с друзьями были на пикнике, в полевых условиях, там питались, и, возможно, вот как раз там она могла заразиться. Но никто не застрахован от такого заражения. Аскоридоз – это, на самом деле, самый распространенный гельминтоз, паразитоз. На Земле более миллиарда человек заражены этим гельминтозом или когда-либо были с этим гельминтозом. Он хорошо лечится, но не факт, что его обнаружат, и не факт, что вы сейчас вот живете и знаете, что все у вас хорошо. И эта программа как раз для того, чтобы была настороженность определенная, и чтобы люди проходили все-таки профилактическое лечение и как-то за собой следили в этом плане. Представьте, что с грязными руками попадают яйца, глист, которые находятся в почве, на немытых овощах, фруктах, то есть так называемый орально-фекальный путь заражения, тонкий кишечник, затем они всасываются в кровь, из яиц, получается, вылупляются личинки, у них есть специальные шипики, они прокалывают в кишечнике сосуды и, питаясь эритроцитами, по кровотоку устремляются по организму в путешествие на 2 недели. Сначала печеночные вены, дыхательные пути, потом оттуда со слизью снова, когда человек выкладывает, попадает в кишечник, и там уже развиваются взрослые особи. Самка аскориды, ну, по крайней мере, самая такая большая особь известной науке, 54 сантиметра, это тоже шокирует, согласитесь. Представляете, такой червь живет у вас внутри. Вовсе не хочу вас напугать, просто предупредить, что на самом деле вы в научной литературе, если будете любопытствовать, можете прочитать, что аскориды живут в организме человека 11-13 месяцев, потом они погибают и, собственно, выводятся из организма, и их оболочка, их тело разлагается под действием желудочно-кишечных соков. Но не тут-то было. Во-первых, происходит реинвазия, то есть постоянное перезаражение, и человек может жить с этим аскоридозом многие-многие годы, при этом не подозревать, потому что лабораторная диагностика – это не чистая диагностика, не в плане того, что она какая-то негиеничная, а потому что она редко показывает действительно те результаты, которые бы нужны. Или, например, элементарно яйцеглист. Мало кто знает, что для того, чтобы выявить тех же аскорид, нужно сдавать не менее 6 раз кал и через несколько дней, для того чтобы… потому что самка не постоянно откладывает яйца, то есть ей нужно дать возможность все-таки себя проявить. То же самое касается и других анализов, которые мы можем сдать, например, обнаружить в крови повышенное количество езенофилов, которые могут свидетельствовать о том, что есть какая-то вот такая реакция, как иммунитет наш реагирует на присутствие аскорид. Вы знаете, на самом деле эта история, она уроком послужила прежде всего самим медикам. Еще раз кто-то повторил паразитологию, как это все происходит, потому что ведь среди медиков есть такие скептики и циники, которые говорят, что в принципе в нашей системе организма есть все для того, чтобы эти паразиты не прижились, то есть они могут попасть и быстренько выйти. И по сути эти люди правы, потому что если мы с вами посмотрим на состав желчи, а желчный секрет у нас очень агрессивный, горькая желчь, горькая, и под действием настоящей желчи, которая, так скажем, не испорчена патологиями, и действительно могут погибать очень многие паразиты. То же самое касается соляной кислоты в желудке. То же самое, это еще один барьер перед паразитами. Но поскольку у нас с вами желудочно-кишечный тракт несовершенный, поэтому мы получаем такой эффект, что паразиты у нас приживаются, к тому же они тоже изменяются, приспосабливаются, приспосабливаются к лекарственным препаратам. И сейчас уже есть такая тенденция, что лекарственные препараты из аптеки, мало того, что они относятся к группе химиопрепаратов, и очень токсичны. Ну, очень токсичны. Я была на встрече с одним гематологом, который показывал мне фотографии печени, уже, конечно, патологоанатомическое исследование человека, который лечился этими препаратами и заодно несколько раз употребил горячительное. И у него печень в дырках. Ну, это в прямом смысле слова. Страшно действительно звучит и выглядит страшно. Но эти препараты, они все менее популярными становятся из-за своих побочек, из-за того, что они неэффективны. Потому что одна таблетка навести порядок, да, как атомный взрыв какой-то опустошает организм, выводит все, а потом мы остаемся с вами со снежным иммунитетом и вообще непонятно с чем. То есть сейчас очень многие люди проявляют интерес к тем средствам, которые могут, во-первых, наладить работу желудочно-кишечного тракта и сделать нашу секрецию по-настоящему сильной. Желчь и желудочный сок, прежде всего, я назову. Это первое. Во-вторых, средства, которые будут держать иммунитет и не давать, так скажем, агрессировать паразитам и размножаться очень активно. И третий момент в этом плане – это такой профилактический момент, когда есть средства, такие как бальзам болотова, которые воздействуют непосредственно за счет своего достаточно сильного состава на первые этапы развития этих паразитов, то есть на личинки и на яйцах. Было проведено исследование в Вологде и Ярославле по собственной инициативе, инфекционисты-гастроэнтерологи взяли бальзам болотова и полученные вот эти вот паразитарные культуры лопаются на глазах яйца аскорит от бальзама болотова. Безусловно, в нашем организме, если говорить, там немножко будет другая реакция, потому что они находятся в своей среде, и они более защищены, да, но тем не менее мы с вами понимаем, что бальзам болотова и здесь может очень хорошо помочь нам улучшить ситуацию. И в чем улучшение этой ситуации? Ведь паразиты, на самом деле, живя у нас, они выделяют экскременты, они же живут, у них нормальная такая жизнь, сладкая, прекрасная. И симптомы, которые могут свидетельствовать о том, что паразиты есть в организме, они не специфические. То есть нет такого симптома, который, ага, это точно аскоридоз. Нет такого симптома. То есть это может быть и тошнота, рвота, боли в животе, перистальтика, такая, знаете, метеоризм выраженный. Это могут быть необоснованные вдруг появившиеся высыпания на коже, обострения хронических заболеваний, ухудшение зрения, ухудшение в принципе метаболизма. Кстати говоря, сахар и холестерин могут подниматься под воздействием выделения неких ферментов, которые выделяют те же аскориды. Но есть и смертельные случаи, чего уж там скрывать. Эта история медицина известна. Так что чем сильнее иммунитет и пищеварительная система, тем меньше шансов у аскорид долго пробыть в нашем организме и нанести огромный ущерб. Конечно, прием бальзама Болотова не ограничивает нас от лечения. Если вам поставили действительно этот диагноз, если по какой-то счастливой случайности вам доказали этот диагноз, или вы реально были в контакте с человеком, у которого есть такой диагноз, все равно это наша страховка. Получается, что бальзам Болотова, во-первых, активизирует секрецию и делает нормальным наш желудочный сок и желчь. По реологии это первая наша защита. Вторая защита, он воздействует на первые этапы развития, то есть он может не допустить развития взрослой особи. Это важно? Я считаю, что это очень важно. И третий момент, если сравнивать с немедикаментозными препаратами, то он не оставляет нас голыми в отношении бактериальной флоры или каких-то питательных веществ. Он запускает очень многие процессы, дает возможность реабилитироваться. Потому что как бы мы были не напуганы этими паразитами, они же приспосабливаются к нам так, что они становятся нашей частью, по сути. Многие люди испытывают вот этот стокгольмский синдром, когда паразитов изгоняют, и у человека ухудшается самочувствие. И очень часто это связано именно с использованием химиопрепаратов, потому что такое пустынное ощущение, меняются вкусы, кстати говоря, один из признаков косвенных паразитозов у человека вдруг появляется огромная тяга к сладкому. Вот просто прям вот не может он без сладкого. Есть даже такая детская история, когда дети даже друг другу рассказывают такой анекдот или история, что человек, который постоянно пьет сладкий кофе с булочкой, один раз булочку не съел. И вдруг вот его этот житель внутренне вылезает и говорит о булочку. Это на самом деле много правды в этой истории, потому что вот эти самые аскориды, в принципе, паразитозы, они меняют наши вкусовые ощущения и метаболизм в целом. И здесь тоже бальзам Болотова будет нам на руку, потому что он не даст метаболизму как-то съехать с нормального круга, тем более если вы его активный пользователь. Поэтому, дорогие друзья, общаясь с группой инициаторов из Вологды и Ярославля, я им показала бальзам, но, в принципе, двое из них уже были в курсе. И гастроэнтерологи, в общем-то, советуют своим пациентам в своих отделениях, как реабилитацию после каких-либо заболеваний и гастрита, и гастродоводенита, и колита. Но в данном случае противопаразитарное лечение. Давайте договоримся так. Вы берете бальзам Болотова на месяц и принимаете три раза в день во время или после еды по хорошей такой ложечке. А говорю, что если чувствительное пищеварение, нужно догнать до ложечки капельно. То есть, начинайте с пипетки, пять капель, и затем наращивайте, и не поленитесь это делать, пожалуйста. И еще вас прошу, не пропускайте, потому что здесь очень важно, чтобы органические кислоты поступали обязательно дозированно, можно сказать, по часам. Для организма это очень важно. Потому что, если будет возможность, мы с вами еще отдельно рассмотрим деятельность органических кислот у нас в организме, и почему важно их включать в рацион, и почему мы из обычных фруктов, овощей и вообще из обычного питания их получаем мало, а у нас в них потребность. Ну, может быть, один пример только приведу. Янтарная кислота, которая входит в состав, она является очень важным элементом цикла КРЕПС, основополагающего. Трикарбоновых кислот или дыхательного цикла клетки. Это происходит беспрерывно в каждой клетке. Янтарная кислота отчасти у нас продуцируется, отчасти поступает извне. До 35 лет ее продуцируется достаточно много. Хватает на вот эти дыхательные, компенсаторные моменты. Но после катастрофически мало становится, поэтому она жизненно необходима, ее нужно принимать. Но это отдельная, наверное, тема. Все-таки сейчас мы говорим о паразитозах. Я вас призываю включить в профилактическое лечение, в профилактическое питание бальзам Болотова, чтобы быть более уверенными, что вы не так уязвимы для инвазии глистных. Но если даже вы оказались перед таким риском или в таком риске, то это в комплексном лечении гораздо даст лучшие результаты. Продолжение следует...